По клавишам раскрыла вес сама. Здесь, как нигде, важен контакт педагога и студента. Режиссеры и музыканты ведь не лекцию читают. Они должны не просто рассказать, но и показать, попросить повторить, а дистанционно это довольно сложно. К тому же взрослые преподаватели, почти все мэтры, народные артисты, профессора, именно на их курсы и желают попасть в студенты. Для многих творческих вузов это была, конечно, большая проблема. Безусловно, пытались найти выход, поставили более молодых специалистов, более молодых педагогов в тесном взаимодействии с этими педагогами. Но и педагогам хотелось, конечно, пойти на работу. И такая возможность появилась. Ассоциация учреждений культуры писала в правительство Роспотребнадзор. В итоге тем, кому больше 65 преподавать разрешили, по заявлению. В Институте культуры их ждут научную работу с 3 октября. До этого момента у нас в крае действуют ограничения для такой категории людей. В вузе техническом тоже преподавателей старше 65 очень ценят. Весну и лето все 128 человек работали дистанционно. Выйти очно им разрешили буквально на днях. С разрешения Роспотребнадзора и с их желания. Половина изъявили желание работать очно со студентами, что сейчас стало допустимым. Часть, где-то 54 человека решили дистанционно продолжать занятия. И 14 человек ушли на бюллетень. Семен Кантор из числа тех педагогов, кто выбрал дистанционку, рисковать не хочет. Хотя понимает, преподавать в аудитории в любом случае лучше. Впрочем, IT-технологии вполне нормально воспринимаются студентами и онлайн. Они даже могут и продлить свой учебный день. То, что в час ночи он не может отправить в лабораторную на проверку, это да. Или в 4 часа ночи. Это нормальная ситуация. Но она идет через систему. И когда я ее увижу, когда посмотрю... Вообще-то я ссала, поэтому я тоже сижу до 2 часа ночи. Поэтому если в 2 часа ночи я пришла в лабораторную, я ее просмотрел, сделал замечание, отправил, и мы можем ночью переписываться. Такое есть. 38 школьных учителей региона, старше 65, тоже продолжают работать дистанционно. Как нас заверили в Минобрии, исключительно по договоренности с родителями учащихся. Всего педагогов такого возраста в крае чуть менее 500. 300 уже вновь работают очно. Они берут на себя ответственность за то, что добровольно приступают к исполнению трудовых обязанностей и берут на себя ответственность за соблюдение всех норм безопасности. Но, как правило, это очень сознательные наши коллеги. Они в масках, где-то в перчатках, где-то вот с режимом дополнительной санитарной обработки поверхностей. В Министерстве образования и науки нас заверили, что проблем с количеством педагогов в школах края нет. Обязанности тех, кто пока на больничном, перераспределили между более молодыми учителями. И те восприняли это адекватно. Впрочем, в Институте культуры сделали то же самое. Но своих народных артистов и профессоров здесь очень ждут. И надеются, что эпидемическая обстановка после 3 октября позволит мэтрам вернуться в прежний преподавательский режим. Татьяна Голубева, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.